Вот сегодня у нас 2 февраля 2016 года. Я нахожусь в бывшем краевом суде Алтайского края, где меня судили. А сейчас здесь музей, краеведческий музей истории и искусства. И вот тут много грамот, благодарностей висит. Вот оно даже можно посчитать. Дипломы какие у них. Люди приходят, смотрят. Доброе утро. Доброе утро. Вы просто рано приходите. Как должно. Показать просто где. А тут наши братья работают. Игорь Дебунов, Володя Пащенко. Никита настилает пол. Пол это паркет называется. Я пришел сегодня, думал паркет, как раньше, дуговый, в елочку. А это нет. По-другому все. Ну-ка, Игорь, покажи, как соединяться между собой. Володя, возьми-то. Я работал прорабом когда-то, но у нас этого не было. Это все новое. И думаешь, а почему же они изобрели-то? Такое пустяшное. Вот как они накладывают. Да не совсем пустяшное-то. Тут премудрость. Вот это ламинатная доска. Одна. Вот одна. 10 штук вот упаковки здесь. Они разной толщины. Бывают до 9 миллиметров. Это вот 6 миллиметровая. 31 класс. Ну, такой один из самых легких. Это русская доска уже. Технология, конечно, не наша. Здесь вот это замок называется. Вот эта часть, и вот эта, это все замок. Это приемная часть, а это вкладывающаяся часть замка. Под углом 15 градусов идет работа. Берется вот эта, значит, часть приемная. Она закрепляется, стоит на месте. То есть на нее что-то накладывается или кто-то становится. А вот подающаяся часть, она под углом 15 градусов. И, значит, нужно применить усилие. Какое это усилие? Это нужен толчок вперед и немножко вниз в этот момент. Вот так вот раз. Можно вот так еще завершить ударом. И все, вот она на месте доска. Чтобы она совсем сошлась, делается... Ну-ка, покажу. Сейчас еще вот такое. То есть я вот уже нахожу на нее своим легким, легкой тяжелым весом. А напарник с этой стороны, иди с той стороны, как ты делаешь. Оттуда удать. А напарник вот с этой стороны, по церкви ставит. Поднялся с радусом, может быть. И производит вот такой ударчик небольшой. Все. Вот теперь она закрепилась доска. Вот. Все. Теперь по ней можно ходить. Все. Ну, чтобы ее окончательно раскрепить, нужно собрать весь пол и проложить вот такими... Обложить вот такими вот плинтусами. То есть они будут вот так. Вот так вот эти плинтусы. И вот будет вот такая вот красота. Провода все туда уйдут? Провода там, ну, все это прячется. И то есть было, если была разруха, то будет красиво. Он открывается. Вот. Это специально. А здесь вот сюда кабель-канал. Сюда вкладывается для интернета кабель. Или телефонный. Ну, обычно для телефона, чтобы интернет можно было провести. Вот такая вот премудрость. Это все заграничное? Все заграничное. Ну, а почему тут трудно разве это же не ракету изобретать? Нет. Изобретение заграничное, а делают уже у нас. Понятно. Ну, то есть вот это вот стоит 60 рублей, вот эта штука. В принципе, не очень дорого. Зато она навечная. Это вот вечная. Вечного ничего нет на земле. А, ну, я имею в виду, на наш век хватит. Ну, на наш век. А какой наш век? А потом другие заработают. Дети наши там потомки. Пускай сделают другое нечто. Вот у меня один знакомый пришел, коровать забирать. Дом-то проданный. А бабка лежит. Ты мне оставь его. Я за тебя всю жизнь буду молиться. А самой неделю осталась жизнь. Он говорит, молиться не какая. Кстати, это контраст, хочу сказать, очень интересный. Вот это вот изобретение, ну, будем говорить, 21 века. Моминат вот такой замком. А вот все, что мы с вами видим, вот эта усадьба, музей, где вас судили-то. Она к 18 веку относится, 1790-й. Здесь церковь была? Нет. А какое здание-то? Это принадлежало горному промышленнику, он золото добывал. Это частный дом. Моя специальность, это частный дом. Вот так вот жили геологи. Назывались горному промышленнику. Еще себе, а сколько тут? Кстати, вот то, что вы видели, это вот его как раз костюм горного инженера. А там же мой жил. А там, покажи, какой высокий. Да, видите, какие потолки, какие стены толщиной. Так а сколько же здесь? Это управление было? Нет, это жил один человек, это его усадьба. Как же так, так много. Там же ром этаже. Там зал какой еще, танцевальный. Покажи тогда, какой зал там был. Посмотрите. Не, ну это не мой был. В 132-й. Да, в 132-й. Вот это вот так вот он выглядел, когда на службе был этот горный инженер. А это так жена его выглядела. Вот она, там музей. Он как военный был, тогда это считалось военным. А это что делали, что тут? Пакуют какие-то стаканчики. Это каменный состав. Картина тут. О, какой зал. А этот зал для чего? У них же не было ни ведиков, ни кино. Им нужно было собираться, о чем-то беседовать. И вот сюда к нему, к геологу, приходили вот его друзья. И они здесь устраивали концерты небольшие. Это маленький только зал на одном автаже. А на внизу-то там все. Ну да. Но прислуги было много. Потому что все это промыть, сами понимаете. И он, конечно, богатый считался. Ну, все-таки золотом занимался, да. Богатым. Золото, да? Однозначно. Золото, серебро. Твоя специальность. Да, моя. А это что они готовят? Фотографии-то лежат. А это стенд этот, Золотухин. Это было или только готовят? Это только готовят. Золотухинские вот эти. Вот они с Высоцким, здесь там, с другими актерами. Ну, тут никого я, конечно, не знаю. Ну, ой-ой-ой. Очень известные люди. Если вы их не знаете, другие все знают их. Это я могу так же вам сказать. Там футболисты, там Смиркин Алексей. Футболисты не знаю. Я их никого не знаю. Футболистов не знаю. Ого-го-го. Как его вот этот, как? На репетиции. Кто это? Любимов. Это, Любимов. Любимов. Ну, на Таганке, да, его театр. Да, на Таганке. А вон Солженицын. У него вроде был бы этот, Высоцкий. Да, да. Так вот он с Высоцким друг же был. Тут везде Высоцкий у него идет. Это вот сиденье какое, зал. А это там такое огромное фортепиано. Это фортепиано, да. Ой-ой-ой. Так не одно. Ну, смотри, глянуть туда хотя бы. И тут все, картины. А высота-то какая? Тут, наверное, метров пять. Больше шесть. Да. Однозначно. Ну, пять метров точно есть. Нет, это не пять. Все и люстры висят. О-о-о, Квассанский как раз бы сюда только вошел. Ой-ой-ой. Это один человек. Жил. Один человек жил, да. А я думал, тут церковь какая-то была. Окна-то арочные. Да, окна тут. А ну-ка, стань, что обидно было по размеру. Какое фортепиано. Приподними маленько это покрывало-то. Во какое. Ничего себе. Вот это да. А там какая картина-то. Это означает, такая была жизнь. Да, да, вот это показано. У-у-у, как они разодеты это были-то. Не думали, что революция придет и под нож все пустит. Нет, не думали однозначно. Вот это да. Вот они пришли к своему другу-геологу просто. Вот как ко мне бы пришли, вот друзья, к примеру. Но я не верующий. Это что, Дарилев? Бал горных офицеров. Видите, горный офицер. Горный офицер это горный инженер-геолог. Вау. Значит, они их ценили в то время. Там на балконе стоят. Ну да, иначе бы золото не появилось. Потому что его уже надо разведывать. И сегодня-то как украсили какими шторами или как называть их? Ну да, это даже не шторы, наверное, как-то украшения какие-то. Покрывало, вот это да. Покрывало, да. Это зал такой. А вот старинное какое-то. Это как оно называлось? Физгармония? Физгармония. Нет. Сейчас оно. А что такое? Сейчас скажу. Мариша, а как называется на каком-либо гаде? По-моему, это... Это клавесин? Клавесин. А, клавесин. Да, это французское. Вот он где. Из обретения. 18 лет. Вот он рядом стоит. А ну-ка, звук извлеки какой-нибудь. А нельзя? Нельзя? Нет, конечно. А вот это называется... А это, наверное, современное. Это спинет. Это 1980-го. Ну, это уже такое, что... Ну, да, это, конечно. Но там все равно струны. Это какой-нибудь... Там все равно струны. Струны, да? Да. А вот это вот какого века? Вот это интересная тут такая. Это мы в Германии там в один музей ходили, возили нас. 1936-го года пианино такое. Интересно, да? Германское причем. Там разные-разные рыцари, как они охотились, какие ружья, какие пушки. А здесь же это литература, искусство и кино, это музей. Литература, искусство и кино. Кино это добавили, а раньше не было у них. Это вот с какого-то... В названии. В 2006-го года кино добавили. А вас что туда пригласили полы настилать? Ну, да. Вот это вот тоже. Вот это паркет назад? Здравствуйте. Это вот как раз... Я-то думал, паркет такой, как раньше, елочка и дубовая. Это просто... Это просто ламинат. Ламинат вот такой тонкий, как материя. Прорезиненный как бы. Вот какое дело. Да. Ну, плавник. Сколько картин всяких разных. Это тут уже... Бенолиум, то есть... Алтайские народы, юрты. Ой-ой-ой. Ничего этого не знаешь, живешь. А вот она, усадьба какая. Это ваше. Это мое уже. Это понимаете вы. Вот эти вот квадратики никогда не поймут американцы. Что вздражали? Да, то-то. Рамка называется. Американцы никогда не поймут. Рамка. Хомуты. На лошадь видно, на разные. У них же не такие... А это вот что за шкворень какой-то железный? Что-то тут закрывает. Закрывается. Ага. Вот она у нас. Вот какая-то. У-у-у, какое-то вот богатство. Тут много чего. А внизу-то там, посмотри, там, ой-ой-ой. Книги старинные я видел там. Ну да, тут тоже годаты хорошие. Это... Это... Золотухин. Золотухин, да. Который был у вас... У меня есть фотография. Он приходил к нам. При себе это было, да? Ну да, как раз я фотографировал. Вот так засмеялся, я так отшатнулся. Вот так вот засмеялся. Это уже так привычно, за это деньги платят, когда рот развивается. Ну да, да, да. У нас так не принято. Ну, он же вроде как начал о Боге с вами разговаривать. Ну, видите, у нас почему. Потому что мы ожидаем подвоха всегда. От всего. От всех. Нет, ну он никакого подвоха, конечно, не сделал. Это слава богу. Нет, у русских, у русских. Да, это так. Почему русский человек рост сжатый всегда. Ну, а как Сталин такое натворил с Лениным? Да. Да, будем говорить, и при императорах-то тоже было не очень жарко. Ну, вот так посмотрели мы. Вот где-то они достали это. Ну, вот видите, какая у него шапка была интересная. На затыльникам. И как человек старался, жил. И самого-то нету, а костюм остался. Ну, и погоны. То есть, как военный шел. Вот это да. Вот это да. А мы делаем, делаем, где сейчас. Ну, что у вас тут? Идет дело? Игорь, а почему вот эти короткие? Кто? Пулки, почему короткие? Это уголки короткие. Они же должны быть до самого низа, они почему-то короче. Ну, ладно. Никита, а ты-то что делаешь тут? Я отвечаю за то, чтобы тут много всякой аппаратуры стоит. Компьютер, принтер, ксерокс и телефон. Вот часть ее тут находится. И тут, видите, много-много проводов всяких. И нужно, чтобы я их всех отсоединял тут. И потом нужно их воссоединить, чтобы все это функционировало потом. В общем, я слежу за проводкой от этой всей в основном. Понятно. Потому что я умею немного. Почему-то он учается, он здесь. Ну, я вчера его спросил в конце, ты сможешь сам ламинат положить? Он сказал, могу. Я потом дал ему доску положить. Он ее начал не той стороной. Я говорю, а ты что, наоборот, стороной приемной-то втыкаешь? Он такой, а какой надо? Я развернул, говорю, вот этой. Он посмотрел и говорит, вот это. Надо записывать. Вот это, говорит, премудрость. Я все время с нами работал здесь. Готовый доску доски и премудрость. Да, и он не знал, что они разные, оказывается. Ну, ничего. Он в табеле стоял, я поэтому и не стоял, но разошлось. Ну, это, вот, в общем, надо записывать. Это раз и побольше работать. Записывать и дома проверять, это зарисовывать. И работать побольше. Да. А лучше всего взять два куска ламината и прям посмотреть, как они работают. И почитать. Вот, первым делом, голову вам прочитать, там много написано. 15 градусов, это никто тебе не скажет. Что тебе говорят. Под 15, понимаешь? Не какая-то другая, не 30, не 40, а именно 15. И ты видишь, почему. Потому что везде все мешает, под батарею там. Всего 15 надо, раз, чуть-чуть. Вон, какие маленькие кусочки вставляли. Вот здесь вот, вот узкие полоски. И все равно они вставились. Потому что, ну, вот люди придумали так хорошо. Получили, видать, за это какие-то патенты, деньги получили. Ну, главное, что они для людей старались. Все, не буду вам мешать. Зарабатывайте деньги, пошел я. Благодарим вас, да. Только работайте так, чтобы вас, как отец говорит, еще раз пригласили. Ну, видите, как получается хорошо. Все под цвет. Ну, и надолго. Главное, что это один раз положили, и теперь на все. Вот тут на 100 лет хватит. Если, конечно... Это угольнички такие тут у него? Да. Ну, чтобы уже... Вот видишь, все творится. Это внутренний, а это наружный. Вот видишь, как внутренний, это внешний угольник. А тот внутренний, вот как выглядит. А, соединитель? А, я не брал, не стал брать, брать. Сейчас просто здесь делаем. А так же, видите, шкафы идут. Тут шкафы идут. Сначала делаем там, где вот люди. Сейчас вот тут вот выходишь сюда. И сюда вот делаешь угол. И так же и здесь тоже выходим. Вот здесь полоски делаем все. Так, понял я. Ухожу. Вот музей. А ты подкрути вот так, или ты потом подкручиваешься? Не, не, не подкручиваю. А что, может, подкрутишь? Нет. Я думаю, что это не так. А это чуть меньше, как вам сейчас... Вот я выхожу. Тут лестница, это второй этаж. Это один человек имел. Страсть какая. Тут вот был краевой суд. В 86-м году меня тут судили. Вот они как придумали тут. Явление ангелов. Ну, теперь это позволяется. Вот так. Все такое я делал. До свидания. Вот я на улице. Вот тут меня судили. Ну, эта дверь была другая. И с другой выводили меня. Вот представьте, двухэтажное здание. И как тут все. Так это только часть. А еще ширина какая не показана. Вот она где. Вот тут меня в машине в каталажке привозили. Управление искусству. Все. А это, видать, в Араксино была Тамара. Отсюда, видать, ее первая. Вот так. Что тут еще написано? Охраняется государством. Ну, ничего. Пойду домой. Тут вроде бы не приветствуют. Вот ширина какая. Показать только. Это один человек имел. Плохо жилось в России с Арской. А он бы был живой в это время. Ну, всех под нож пустили бы. Вот. Хотели себе царя. Ну, пришел вот усатый гуталинщик, как Солженицын говорит. Плохой был царь Николашко. Ели с маслом оладьи. Вот так. Издалека даже можем посмотреть. Вот и сады. Тут что? Ели. Не военное предприятие, а тоже что-то здесь скрывают. Вон, трубы котельные. Ну, вот тут она надпись учинили. Вот отсюда посмотреть весь этот дом. Вот он как выглядит. Один человек, говорит, жил. Один человек. Ну, тут собирались, тут плясали, танцевали. Пока не постигла чума. Это не разрушило все. Вот так. Часы работы. Это на улице я уже вышел. Все тут написано. Вот оно. Это, наверное, не видно уже. Плоховато. Был краевой суд. Суд был. Ну, а где все? Вот часы работы. Из-за 10 до 18. Какие таблички чугунные. Вот какая ограда тут показать. С одной такой стороны. Вот какая ограда. Машины тут идут. Ну, и туда. Вон какая ограда, усадьба-то. Большая. Все один человек. Плохо жилось. Искать стали лучше. А надо было быть довольным и благочестивым. И все бы было, может, по-другому. Хотя за грехи людей Бог царно бы наказал. Бога перестали находить. А раз не хотят к Богу, пошли другому хозяину. А тут что, высоковольное линии идет. Вот сейчас мирная обстановка. Оценить-то не могут. Так же люди делают грех. И так же не желают Богу служить. Вот так. Это вот одна колонка здесь для ограды. Вот какая высота ее. Больше двух метров. Примерно так. Ну, а дальше что? Все, что есть. А вот и где она находится. Ну, так. Ну, так. Как раз залок, где мы были. Пианино. Сфотографировано у них. Ну, и так снаружи это. Это уже я повернул на улицу и другую. На Комсомольский проспект. Это проспект Комсомольский уже. Так название осталось. Вот на Украине сейчас меняют название улиц. А тут интересно. Город Санкт-Петербург. А область Ленинградская. Даже Сталинград переименовал Хрущев Волгоград. И то сейчас, думаю, да бытва была какая. А чего менять-то было? Чего боялись-то? Зачем менять? Никакой нужды не было менять. Вот видишь, какой проспект. Засфортировали его. Это город Барнаул. Это сегодня у нас 2 февраля 2016 года, вторник. Вот наши ребята тут работают. Пригласили в музей настилать. Да ну я пошел, думаю, посмотрю, как-то попутно сниму. Ну-то работают. Ну-то работают. Мы-то работали не так. Все было отечественное. А сейчас как-то все откуда-то. Даже обидно, как говорят, за державу. Вот организация. Это Роснефть. Скупая-скупая такая. По детскому лагерю сколько раз обращался, никогда ни копейки не помогут. А сами купаются, наценяют там на нефть, на горющее. То есть очень богатые. Какие машины только стоят. А это вот рядом заходишь, и какой забор сделан. Из плетня. Плетень. Это все люди, которые лодки эти делают. Ну, конечно, это камуфляж. Вот оно как все выглядит. Ну, интересно по-своему. Вот одна у них тут ладья. Сплести ее надо было. Поставить. А потом тут кто-то местные ребятишки попортят. Я видел, как ломают все это. Вот. Вот это Роснефть. Организация такая. Вон она. А то у них второе уже здание такое. Вот такое. Вот здание большое. А Роснефть. Ни нефти тут нет, не добывается на Алтае. А там дальше их управление. За этими машинами. Какие машины-то стоят. Вообще, говорит, никому никогда не помогают. А зайдешь, едва-едва теплится жизнь и старается помочь. Тут одна работает ткани заводит. Так она только узнала, что нужно, сама поехала по Теряевку. Она двух ребятишек взяла. Но она не взяла. Помогает на содержании на своем держит. Из детдома. Авраменко. Валентина Николаевна. Меценат столетия. Вот так. А это вот красная крыша. Это миграционная служба. Алтайского края. Ну вот все. Зашли на нашу улицу. Это уже наша улица. Ползунова. Вот мы и идем тут по ней. Ну все, пока. Отошел. Валентина Николаевна. Валентина Николаевна.